Всем доброго времени суток! Я вновь рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Нагорнова Анна Алексеевна. Я являюсь общественным деятелем, представляю партию Патриоты России на территории Багучанского района Красноярского края и просто являюсь неравнодушным жителем Багучанского района Красноярского края. 2021 год для Багучанского района Красноярского края начался с очень знакового события. Ведь 24 декабря 2020 года депутаты Багучанского районного совета депутатов для нас с вами, жителей, выбрали главу Багучанского района. О том, как проходило заседание конкурсной комиссии, о том, как прошла сессия депутатов Багучанского района в Совете депутатов и о том, кто же все-таки стал главой Багучанского района, я бы хотела с вами сейчас поговорить. А начну я с решения Багучанского районного совета депутатов от 14 июля 2020 года за номером 52-1-348. Именно это решение и утверждает положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Багучанского района. Утвержденное положение состоит из четырех разделов. Первый раздел – это общие положения, второй раздел – это конкурсная комиссия, третий раздел – основание участия кандидатов в конкурсе и, соответственно, четвертый раздел – это порядок проведения конкурса. Согласно утвержденного положения, 22 декабря 2020 года конкурсная комиссия прошла два этапа. Первый этап конкурса проводился на основе анкетных данных и предоставленных документов кандидатами в форме собеседования. На втором же этапе члены конкурсной комиссии рассматривали программы, предоставленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения. Согласно пункта 8 ст. 38 Устава Багучанского района Красноярского края, при формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов муниципального района, а другая половина – губернатором Красноярского края. Именно поэтому 6 ноября 2020 года за номером 3.1.14 решение Багучанского районного совета депутатов и были назначены члены конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Багучанского района. Согласно утвержденного решения, членами конкурсной комиссии для проведения конкурса от Багучанского района были назначены Медведев Алексей Сергеевич, председатель Багучанского районного совета депутатов, Нефидовский Владимир Иванович, депутат Багучанского районного совета депутатов, и Уделька Екатерина Николаевна, депутат Багучанского районного совета депутатов. Губернатор Красноярского края, в свою очередь, тоже назначил членов конкурсной комиссии. Ими оказались Богданов Владимир Данилович, начальник управления территориальной политики, губернатор Красноярского края. Большаков Алексей Геннадьевич, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края. И Цитович Елена Савельевна, заместитель министра строительства Красноярского края. Изучив внимательно решение и утвержденное положение проведения конкурса, я обнаружила, что члены конкурсной комиссии не наделены полномочиями отказывать населению присутствовать на заседании конкурсной комиссии. Именно поэтому я подготовила уведомление в конкурсную комиссию, где уведомила, что 22 декабря 2020 года я планирую присутствовать на заседании конкурсной комиссии. Также в свою очередь я обратилась к прокурору Бугучанского района, младшему советнику юстиции Егору Викторовичу Горшкову. В своем обращении я просила прокурора Бугучанского района выступить гарантом соблюдения требований законодательства Российской Федерации в обеспечении публичности и открытости проведения мероприятия. Также согласно статье 9 152 Федерального закона 2006 года у персональных данных я обратилась к кандидатам на должность главы Бугучанского района, где просила кандидатов разрешить присутствовать на заседании конкурсной комиссии. Ведь согласно статье 9 152 Федерального закона именно собственник персональных данных имеет право распоряжаться своими персональными данными на свое усмотрение и по своей воле. Заручившись разрешением 22 декабря 2020 года я и общественный деятель Михаил Григорьевич Бельшин прибыли в районную администрацию Бугучанского района, мы предупредили членов комиссии о том, что во-первых мы прибыли, во-вторых о том, что мы заручились поддержкой и разрешением кандидатов на должность главы Бугучанского района на присутствие на заседании конкурсной комиссии. Но, однако, вопреки всех, как я считаю, норм и требований, члены конкурсной комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы ни население, ни общественные деятели не присутствовали и никаким образом не попали на заседание конкурсной комиссии. В своем отказе они мотивировали, что формат проведения заседания комиссии не предполагает присутствия на нем иных лиц, кроме кандидатов и членов комиссии. В связи с таким принятым решением членами конкурсной комиссии 22 декабря 2020 года заседание конкурсной комиссии прошло в закрытом формате. Изучая протокол заседания конкурсной комиссии от 22 декабря 2020 года, становится ясно, что на конкурсе лидировали два кандидата. Это Сар Владимир Рудольфович, который набрал 88 баллов, и Нохрин Сергей Иванович, который набрал 73 баллов. Остальные кандидаты на должность главы Бугучанского района, соответственно, набрали наименьшее количество баллов. Изучая протокол заседания конкурсной комиссии от 22 декабря 2020 года, бросается в глаза то, что все члены конкурсной комиссии в ходе заседания голосовали единогласно. А голосовали они шесть раз по тем или иным вопросам, которые возникали на заседании комиссии. Сама когда-то участвовала в конкурсах, была членом аттестационной комиссии и прекрасно знает, что рабочая комиссия никогда не будет голосовать единогласно. Так как члены комиссии – это разные люди, как и кандидаты. Кому-то из членов комиссии понравится один кандидат, кому-то, наоборот, понравится не кандидат, а его программа. Именно поэтому кто-то из членов комиссии либо воздержится, либо проголосует против. Так вот, некая согласованность всех членов комиссии наталкивает меня на мысль о той самой согласованности. Именно согласованности. И такое создается впечатление, что у нас до конкурсной комиссии уже скорее всего, я так предполагаю, было ясно, какой кандидат должен победить в конкурсе. 24 декабря 2020 года ни я, ни Бельшин Михаил Григорьевич, ни другие жители Багучанского района не смогли попасть на сессию депутатов Багучанского районного совета 6-го созыва. Дело в том, что в районной администрации Багучанского района были выстроены заградительные посты, где находились сотрудники полиции, которые следили за общественным порядком, а также иные чиновники, которые просто не допускали населения до сессии, ссылаясь на 630-е распоряжение, которое не разрешало бы присутствовать населению на сессии депутатов Багучанского районного совета депутатов. И вот какая складывается общая картинка. Население Багучанского района не может попасть ни на заседание конкурсной комиссии, ни на сессию депутатов Багучанского района для того, чтобы задать те вопросы кандидатам на должность главы Багучанского района, которые назрели у населения. Те вопросы, с которыми сталкиваются они ежедневно, ежечасно, ежемесячно и которые не могут самостоятельно решить. Дело в том, что их ограничивают. Ограничивают, скорее всего, я предполагаю, умышленно. Ведь что получается, если бы население Багучанского района прибыло на заседание конкурсной комиссии и ознакомилось с теми программами, которые предлагали кандидаты на должность главы Багучанского района. А может быть бы населению Багучанского района не понравилась бы программа, ну допустим, Владимира Анатольфовича Саара, а понравилась бы программа, ну например, Брюханова Алексея Геннадьевича. А что, если бы население Багучанского района начало задавать вопросы Владимиру Анатольфовичу Саару, ну например, о том, почему не работает очистное сооружение у Багучанской районной больницы. Или иные вопросы социального характера. Прошел бы тогда Владимир Рудольфович Саар на должность главы Багучанского района, набрал бы он столько баллов? Я думаю, нет. Изучая статистику деятельности Багучанского района на официальном портале администрации Красноярского края, я обнаружила сводные доклады о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоправления городских округов, муниципальных районов Красноярского края по итогам 2017, 2018, 2019 годов. Это некий рейтинг муниципальных районов края по комплексной оценке эффективности деятельности. Изучая данный рейтинг, я установила, что в 2017 году Багучанский район занимал 11 место. Давайте вспомним, в 2017 году Багучанским районом руководил Бахтин Александр Вадимович. Я сразу скажу, что я не являюсь поклонницей деятельности или политической деятельности Александра Вадимовича. Я лишь озвучиваю ту статистику, которая официально имеется на портале администрации Красноярского края. Итак, по результатам деятельности, эффективности деятельности Багучанский район занимает 11 место в 2017 году. Далее наступает 2018 год, и мы с вами знаем, что происходит арест Александра Вадимовича 9 мая 2018 года. И далее мы, как жители Багучанского района, какое-то время просто живем без главы. И в конце 2018 года к нам приезжает исполняющий обязанности главы Владимир Вадимович Самар. Так вот, по итогам 2018 года по рейтингу муниципальных районов края по комплексной оценке эффективности деятельности мы занимаем, как Багучанский район, 18 место. Далее наступает 2019 год, и весь этот год Багучанским районом руководит исполняющий обязанности Владимир Рудольфович Самар. Так вот, по результатам рейтинга муниципальных районов края по комплексной оценке эффективности деятельности, по итогу 2019 года Багучанский район занимает 43 место из 44. То есть в 2017 году Багучанский район находится на 11 месте. В 2018 Багучанский район находится на 18 месте. И за какой-то год, 2019 год под руководством Владимира Рудольфовича Сары наш Багучанский район опускается до 43 места по оценке эффективности деятельности. Изучив сводные доклады, у меня сразу возникли вопросы. Вопросы к членам конкурсной комиссии, которые и отбирали кандидатов на должность Багучанского района. Также вопросы возникли к тем депутатам, которые голосовали за того или иного кандидата. Я предполагаю, что члены конкурсной комиссии, которые прибыли к нам сюда, на территорию Багучанского района, с администрации Красноярского края, не изучают данную статистику, не изучают сводный доклад. Я предполагаю, что, возможно, даже эти члены конкурсной комиссии, которые прибыли с администрации Красноярского края, не интересуются проблемами Багучанского района. Но Багучанский район неразрывно связан с депутатами Багучанского района. Я думаю, никто лучше, чем депутаты Багучанского района, не знают те проблемные ситуации, с которыми сталкивается население Багучанского района. Мне хочется спросить, уважаемые члены конкурсной комиссии, уважаемые депутаты Багучанского района, от света депутатов 6-го созыва, по каким критериям вы отбирали главу Багучанского района? Как проходило у вас голосование? Почему же вы не озвучите, какими критериями вы пользуетесь? Когда-то, не так давно, мы, жители Багучанского района, самостоятельно выбирали главу Багучанского района. Мы приходили на выборы, голосовали за того или иного кандидата, которого считали более достойным. Как же так получилось, что у нас с вами нет такого права сейчас выбрать главу района? Как получилось, что в одночасье мы стали недееспособными, не способными самостоятельно принимать решения? А самое главное, кто способствовал тому, чтобы у нас это право было отобрено? Для чего нам, жителям Багучанского района, закрытые заседания конкурсной комиссии, где мы, как жители, не можем ознакомиться с программами кандидатов, не можем самостоятельно задать вопросы на сессии депутатов Багучанского районного совета депутатов? Как получилось, что те депутаты, за которых мы с вами голосовали, которым мы с вами доверяли, они стали закрываться от населения? Для чего нам нужны такие заседания конкурсной комиссии, такие сессии, где мы не можем задать наболевшие вопросы, с которыми сталкиваемся каждый день? И я считаю, что и здесь не обошлось без участия тех самых депутатов, которые мы с вами и выбрали. Я считаю, что путем голосования депутатов и было отобрано право у населения голосовать самостоятельно путем внесения изменения в уставе Багучанского района. Я считаю, что нам, жителям Багучанского района, нужно вернуть наше право самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать главу района. И если вы меня поддержите, я приложу максимум усилия в решении данного вопроса. А в свою очередь я благодарю вас за внимание. Я постараюсь раскрывать все проблемные ситуации, с которыми сталкиваетесь вы. Я расскажу о том, что происходит на территории Багучанского района без каких-либо утаек. Я расскажу так, как я вижу это. И следующая моя тема будет региональные операторы. Это очень значимая тема для нашего района.